здравствуйте эта программа открытый диалог ну что ж новый 2024 год который только-только недавно наступил но можно сказать что он уже продолжается первые дни первые шаги впереди много всего интересного ну а мы по-прежнему и немножко подводим итоги года ушедшего и планируем что будет в 2024 только что как я уже сказал наступившим и приятно что уже в новом году наши старые добрые друзья здесь находятся потому что всегда приходят к нам в течение прошедшего года тоже не раз были здесь гостях да в общем то и в наше сложное время найти вот какой-то какой-то пауза в своей работе очень приятно что к нам приходит лидия николаевна антонова депутат московской областной думы здравствуйте никого добрый день с новым годом и алексей юрьевич конюшков директор дворца детского юношеского творчества городского круга люберцы тоже бывал у нас в гостях и не раз здравствуйте вас также с новым годом с рождеством добрый день с новым годом и рождеством понятно что наверное сложно вот в эти январские праздничные дни говорить о деле но у нас пойдет речь о дополнительном образовании а дети наши все давайте начнем вот с чего и же какое-то образование ну базовую его что недостаточно вы знаете образование это вообще такое широкое понятие и 10 важно чтобы каждый субъект образования но как короче ребенок чтобы он в этом море образование не потерялся и вообще в принципе наверное физиологи медики со мной согласятся что это уже доказано что есть периоды когда человек очень открыт к получению нового но это самое раннее детство это предшкольный период это начальная школа правда сейчас она конечно тоже меняется но в принципе это все-таки такой период когда с открытыми глазами ребенок но в основном хочет это все познавать куча вопроса затем начинается период сложный период когда идет смена там физиологического развития так далее рост и практика показывает и наука нам это подтверждает что вот в этот период часто дети охладевают и к школе и к урочной системе и вот как к всей этой рутине как они называют но и просто не хотят вот но не хочу учиться не развлекаться и отдыхать даже знаете я бы сказала не так не говорят что хочу развлекаться вот но не хочу и вот опытные педагоги и воспитатели они понимая это как раз заранее вместе с родителями стараются определить траекторию развития ребенка если у ребенка есть любимое дело то вот этот период он легче пройдет то есть речь идет о том что сегодня вообще современная школа она как бы тот главный ее был была функция когда школа у педагог он должен дать знания сегодня знания можно получить разными вариантами сегодня педагога называют навигатор капитан который помогает выстраивать траекторию каждого ребенка конечно в идеале мы хотим чтобы каждого ребенка в каждой школе школа в широком смысле образования была своя траектория насколько это реально это трудно сказать поэтому вот мне кажется как раз наступил новый год его рождественские дни когда мы все стараемся чтобы наша молитва наше желание исполнилось вот очень важно подумать о том а что можно сделать если в семье есть дети или дети есть рядом вокруг вот все сложности возникают тогда когда вакуум в душе ребенка отсюда много проблем много рисков поэтому самого раннего детства если в семье есть понятие любимое дело хобби семейные семейные традиции вот они основа того что и у ребенка будет желание не просто получать знания не просто их добывать искать а быть чем-то интересным если вот когда спрашивают а почему у этого человека получается а вот его не а ты кроме сутой суммы знаний которые ты приобрел а чем-то интересен людям мой брат всегда мне говорил у тебя отличница чем-то интересно а вот я умею многое я знаете я помню запомнила его слова и подумала действительно а вот только я что я отличница а что я еще другой умею поэтому то есть разноплановая такая многовекторность и вот тут алексею позволю юрьевичу задать такой вопрос алексей а вы помните свое дополнительное образование чем вы увлекались может быть кружки какие-то спортивные секции да конечно но мое и как и образование в принципе не позволяет об этом говорить я закончил музыкальную школу по классу фортепиано и вашего жанра да и я фактически все 11 лет потом я перешел на кафедру не ну и кафедру на искать на направлении как отделение уже вокала и я связала с этим в принципе свою жизнь потому что я закончил у потрясающего рубин получили сица ну наверно все знают все строили сица училище имени ипполитова иванова и уже потом академии то есть у меня полный спектр образования именно в плане музыки вокала и творчество мне кажется что она еще когда-нибудь обязательно вновь вернется с огромным с огромной силы сейчас вот так сказать на этапе помощи другим да а потом мы же понимаем что если чек поет то рано или поздно вы кстати на новый год пели где-нибудь дома может быть по елочкой хорошем смысле слова но конечно все учились вам хотелось играть на фортепиано я и продолжаю это делать и детей попытаюсь в это окунуть потому что не всегда просто наша работа это получается но творчество я люблю и пытаюсь поделиться им со всем миром и не только с детьми на и совсем вот что интересно мы сейчас находимся на границе до год педагога и наставника завершён наступил год семьи и мы вы помните да часто с вами говорим о воспитании образования то есть с одной стороны педагог это человек который может направить сейчас правы правы да и модератор еще называют много новых таких названий вот а с другой стороны это семья и как раз мне кажется что дополнительное образование это как раз еще такой семейный вопрос и тут важно понять не то что мама с папой хотят уже прекрасно понимаем что музыкальную школу кого-то нужно затянут потому что папа или мама хочет чтобы ребенок на чем-то играл он не хочет или фортепиано стоит дома далее формировали но уже да 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 вот как здесь человеку я имею виду взрослому правильно распознать что нужно ребенку куда направить его в дополнительно может быть в несколько секций отправить а потом выбрать одну вы знаете сегодня конечно очень широкий спектр есть возможностей можно прийти на любое учреждение дополнительного образования посмотреть что там какой перечень предлагается знаете вот мне очень нравится как построить на образование дополнительные у нас в брестском округе я во многих центрах было и я вижу что дети приходят вместе с родителями и они могут как бы еще до того как например записаться в студию они могут увидеть а что это а чем занимаются вот это очень важно когда доступно посмотреть это же пример я так хочу тоже не хочу так облачивать принципе я че так построен он образу и подобие очень поэтому вот у нас ведь знаете замечательный кукольный театр есть мне кажется но любой человек был какой-то период когда в любом возрасте у кого-то рано у кого-то позже но немножко в каждом живет актер вот у нас в детстве мы делал у нас был теневой театр и вот мы эти делали все декорации вот этим занимались и это очень было просто эта бумага это рама но я помню это до сих пор и когда я это увидела вот у алексея элементы подготовки еще до нового года мы были вот если ребенок проходит какие-то этапы может не потом не быть кукольником но кукла это жарливая форма это живая игра сделать лучше сделать лучше почему дети все хотят иметь какой-то уголок где они могут заниматься поэтому мне кажется что сегодня как раз январь я советую каждому родителю у кого есть ребенок или внук или внучка подумать а вот смог бы смог ли я уже помочь своему ребенку найти какое-то приложение интересов и это не обязательно что-то экстраординарное это может быть самые обычные какие-то занятия вот на все чаще сегодня семьи рассказывает о своих традициях традициями печь пироги по выходном традиция например читать вслух эти вот многие великие люди делятся своей биографии и у них всегда эта строчка есть мы читали вслух у нас тоже в семье очень многие годы читали вслух и это замечательно поэтому вот хочется чтобы каждый задумался а что он умеет конкретно делать для того чтобы передать ребенку я думаю это очень важно новогодний сейчас у нас он такой продолжительный и можно каждый вечер до придумывать какие-то новые и тоже уже наметить и стихи и кто-то может быть песню споет но все мы до когда-то стояли на табуретке вот а кто-то может быть знаете начинает мастерить что-то всегда тоже видно когда вот ребенку подарили конструктор и он с ним может часами целыми сидеть конечно год начался и вот то идет череда праздников потом мы будем готовиться 20 февраля 8 марта так пошло поехал можно пойти в магазин и выбирать подарок а можно заранее делать сюрприз вместе с ребенком с маленьких лет приучать его готовить своими руками и потом проходят годы вот я в своей библиотеке нахожу книги где мне папа подписал или кто-то подарил открытку понимаете вот это ценно то что ты купил в магазине это может быть здорово но это не вызовет воспоминаний а это вот и остается на всю жизнь ну получается таким образом что если говорить об образовании в целом его да то база который мы говорили плюс образование дополнительное плюс образование и в семье тоже да и все это еще вместе с воспитанием это есть тот замес из которого получается человек и вот этот вопрос как алексею юрьевичу скажите вот сегодня все таки когда к вам приходят чего больше хотят какие вот направленность у нынешнего детского поколения скажем так вы знаете конечно сейчас большей популярностью скажем так или то что востребовано и в нашей стране наверное в целом это все-таки некие такие технические направленности айти технологий которые сейчас идут с прогрессом и дают нам дорогу в будущее скажем так наша молодежь везде выигрывает до возможных играх да кстати говоря вот мы благодаря и владимир михайловичу волкову в люберцах в этом году открыли первый изобретариум в люберцах как раз на базе 26 школы у нас туда ребята ходят у нас там и робототехника уже началась и работа с саппором и 3d моделирование то есть мы стараемся как раз внедрить на базе школ уже вот это современные технологии но вы знаете еще есть такое понятие как вот правильно николаевна сказал он насчет кукольного театра мы вообще в принципе сторонники театров любого и драматического и музыкального театра потому что я сам сотрудничал с театром станиславского очень долгое время и вообще театр это некий спектр такой да в основном потому что в театре можно и читать и актерское мастерство и санической и хореография и хореография и вокал и мы получаем огромное количество спектр услуг и и ребенок именно в театре познает всю вот этот вот многогранность этого жанра художественной направленности да где он может быть погружен и чем хорош например кукольный театр да они там управляют куклами если ребенок боится сцены то есть выходя на нее он может играть в темном у него за него работает в темном до костюме но при этом он управляет моторикой это прекрасная моторика и тоже ораторское искусство только немножко скрывая себя а театр драматический он помогает детям воплотиться уже на сцене в ту или иную в того или иного персонажа непосредственность детская она же совершенно иная чем он и погружается воплощать это по-другому совершенно интересно и и это это ему нравится и главное за этим наблюдается стороны взрослые и понимает что а вот как ребенок раскрывается я хочу иногда мама с папой думают ничего себе а мы не знали что у нас такой талант растет это действительно я хотел еще или николана завершая первую часть такой вопрос даже всегда делили на две части условных это гуманитарии и технари вот как вы считаете сегодня в дополнительном образовании это по-прежнему вот два таких основных направления или ребенок может быть одновременно интересоваться 3d моделированием а через два дня где-нибудь танцевать например хореографическом кружки кстати хороший вопрос мне кажется что конечно есть как бы отдельные люди которые вот заточены под конкретную функцию так можно сказать но как правило все таки в человеке уживается вот о чем мы говорим много всего и если мы знаем прекрасных например бородин был химик отличный но и прекрасные композиторы и то можно продолжить не поймешь кубки уже запомнился главное это не бояться показывать дать возможность ребенку проявить себя в разных апостасе делаем небольшую паузу и вернемся в студию открытого диалога напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня у нас гостях ли николана антонова депутат московской областной дум алексей юрьевич конюшков директор дворца детского и люберцы вот в эти новогодние праздничные дни мы говорим о дополнительном образовании хотя само слово образование во время каникул таких постоянных бесконечных и для взрослых и для детей может быть звучит не совсем корректно но слово образа кстати почему иногда слово образование воспринимается как нечто такое строгое почему нельзя сделать интересным желаемым вот да там министерство образование и сразу как-то такое человек же ему человеку свойственно узнавать что по-разному нас есть теперь министерство просвещения и чем-то они отличаются видимо хорошие слова образ понятного свет тоже понятно русский язык богатый вот ну и дополнительное образование мы сейчас второй части хотели бы поговорить о том как сегодня куда можно записать и наверное начнем с этого алексеевич вот вы как директор стоит очередь к вам на записи как это вообще происходит потому что я так понимаю что в основном летом наверное все думают как записаться на осень или это круглогодично работы ну знаете основные приемы сейчас уже это дата с 15 апреля по 15 июня идет такой некий основной поток людей которые уже записываются на новый учебный год для чего это сделано ну для того чтобы люди уже немножко определились даже на будущий год куда они хотят хотя бы в каком направленности они хотят обучать своего ребенка уже в дополнительном образовании потому что ведь спектр действительно большой там порядка шести направленности у нас и технической и туристической и художественная да то есть у нас много и поэтому конечно для того чтобы заранее немножко родитель уже смог подумать о том куда бы своего ребенка записать для этого существует этот вот приемная кампания с 15 апреля по 15 июня где мы в основном и будем заниматься основным таким набором масштабно на бюджетные программы на программы спас вот сертификата на платные услуги то есть все зависит от того в том в том в том или ином каком контексте хочет ребенок обучаться наверное сделано когда если например что-то как-то прозевали пропустили или другой вариант ребенок начал ходить все записались как вы сказали чуть не понравилось чтобы не прав но мне было пауз может он перезаписаться куда-то в течение там октября-ноября например да существует дополнительный прием который проходит уже там середины августа по наверно начало октября потому что здесь мы уже тоже добираем те кружки которые не добрали ну и естественно есть такая форма образования как по сертификату сейчас он называется социальный заказ сейчас у нас появляется появился уже в этом году и ребенок в принципе может вот благодаря этому сертификату попробовать себя уже на протяжении всего года потому что мы все-таки стараемся конечно не всегда это получается все-таки образовательный процесс это знаете но мы не можем с вами как в школе да если они проходят десятичные дроби да ты пришел в декабре ты их не ты не сможешь и складываться единая должна быть на то есть мы все-таки стараем в течение двух-трех месяцев набрать то есть вот где-то дают до ноября потому что потом уже актуальность проходит потому что дети уже уходят на меня в более скажем в программу уже погружаются и ребенок не может догнать ему становится некомфортно он начинает расстраиваться и это уже лучше другой 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 год или в другую программу записываться леникал вот мы сейчас услышали из уст алексея юрьевича как человек который непосредственно на земле решает эти вопросы массу способов каким сегодня можно ребенка ну порадовать надеюсь каким-то вот новым направлением в театр фортепиано айти кружок и так далее вот ваша работа до депутаты они озабочены сегодня этим вопросом что-то в дополнительном образовании обсуждается московской областной думе и вот мы слышим сертификат это лишь все способы понятно что всем хочется бесплатно ну это так устроен человек но тем не менее так понимаю есть несколько форм и форматов как можно помочь ребенку получить дополнительное образование московской области у я считаю одна из самых больших систем поддержки вот этого направления трудно даже но наверное москва еще вот потому что во первых для плен на групп населения это действительно бесплатно и приоритетно и независимо от того когда они пришли у нас есть различные формы которые дополнительные образования можно получить через какие-то общественные организации через наши картинные галереи сколько занятий проходит нас в центре дополнительного образования дополнительное образование пришло в школу о чем сказал алексей вот новую школу открыли и там в самой школе это в общем целый город до создали структуру которая помогает детям из нового микрорайона и кстати этим семьям познать друг друга и вот и общаться я хотела бы сказать знаете ведь и дополнительное образование но да немножко скучное слово но она ведь может помочь общей семье укрепиться и смотрите вот был период когда но к сожалению вот эти пандемии да когда многие семьи почему встали в кризисной ситуации они поняли что они не знают как вместе проводить время друг другу в одном пространстве понимаете у нас ведь вот как есть такая форма на него там гостевой брак такая большая тема да когда все вместе куда-то выходной день едем то есть когда это праздник праздник мы умеем дело вообще русские люди и российские люди любят праздники а вот когда вроде не праздничное время и когда вроде даже особо то ты ограничен для не можешь никуда пойти а вот чем заняться и вот тут возникает вопрос если что-то кроме телевидения или экрана да вот этого который нас преследует всегда поэтому вот о чем я говорю что если есть любимое дело в семье но не знаю муж и занимается каким-то столярным делом или там что-то точек в гараже или он любит ходить за грибами или он на рыбалку идет но я тоже понимаю женщины когда никогда вот он всеми занят своим делом но если ты любишь этого человека значит будешь вместе с ним на рыбалке сидеть а если он любит копаться в машинах значит будешь или тогда ты его приносить обе что-то делать красиво эти вот вообще это уже такой закон жизни что объединяет людей объединяет людей общее дело даже не общие мысли идеологии можно блик вовлекать но это не факт что люди полностью погружены а вот если человеку с тобой интересно что-то делать причем это можно делать и на экране если это моделирование современной технологии но если это делается вместе вот ко мне приходили при приходят родители которые не могут понять как оторвать ребенка от игр в компьютере вы знаете но я не сама это придумала не буду врать я просто общаясь с психологами я тоже дала совета вы знаете а вы постарайтесь вот войти в какую-то игру мы говорим про нормальные игры а посмотрите а почему он проводит это все время и вы знаете вот потом этот папа приходит и говорит и как бы были правы а играть действительно интересны и 5 вопрос том что если бы хотим чтобы он с нами общался ну во-первых конечно надо начинать когда он больше родился но если уж он теперь сидит тогда давайте вместе с ним посмотрим понимаете но тут еще кстати тоже вариант 3d моделирования ведь тут чем интерес начала ты моделируешь это все как на экране да а ведь самая главная задача потом это смогли жить реальности и тогда получается мы совмещаем и тот самый экран на котором мы так все говорили ему ту реальную когда ты можешь потрогать да почувствовать мы сделали это изделие мне кажется для ребенка это будет двойной такой хорошем смысле слова удар да вот я еще и все ничего что хотел поднять какую тему мы эту тему среднекалавной мы позволю себе сказать любим эта тема педагогов наставников потому что одно дело ну вечная все-таки проблема хороший учитель тут как говорится как попадешь а вот дополнительное образование это же еще люди по интересам это должны быть специалисты то есть если человек учит играть на фортепиано значит он должен уметь играть и он должен любить это дело потому что когда не любишь очень трудно научить мне так кажется и точно так и спортивные секции да и те же эти клубы так далее вот как сейчас обстоят дела с педагогическим составом в этом направлении ну вы знаете благодаря профстандарту ведено еще минсоль с развитием да то есть мы все таки стараемся брать дополнительное образование сейчас педагогов с профильным образованием но выбор у вас есть ну как вам сказать мы сейчас сотрудничаем очень тесно с вузами и московскими московской области вот мы сейчас в этом году сделали потрясающий шаг вперед мы сделали группу с академии народных искусств в москве на мусы джалили это их филиал санкт-петербургской академии народных искусств наши дети по выходным ездить туда у них есть готовая программа по которой они занимаются действительно большое достижение потому что с нами получается нашими детьми занимаются настоящие профессора это вузы это правда они вузы они могут то есть они ездят своими педагогами по выходным ездить уже получать знания от настоящие профессора который преподает в вузах или наверняка они туда и будут потом поступать наши задачи чтобы все-таки было прав такое профориентирование в это направление что касается наших преподавателей конечно педагог должен быть заинтересован для того чтобы это было интересно и наша задача это сделать больше даже практичным если например школа старается обучать по ну скажем так по учебникам по каким-то канонам в госсом тем же самым да то мы стараемся в первую очередь заинтересовать потому что у нас нет такой знаете системы оценок да или вы знаете как чтобы там ребенок обязательно сидел да приходил постоянно и то есть мы можем завлечь только заинтересоваться ребенку интерес и наша задача конечно в первую очередь чтобы педагог горел своей профессии вот где искать нам этих специалистов может быть их готовить надо специально как почему педагоги во многих профессиях востребованы и состоялись потому что педагогика это умение стать интересным для других это умение вовлечь людей ты значит есть что показать да ты куда-то вошел и ты должен обратить на себя внимание не тем что ты не знаю не совсем одет или ты не с такой как все а что ты как личность так интересе остается что он от тебя внимание прийти это можно сделать по-разному и этому учат и сегодня очень много интересных книг написано на эту тему мы сегодня открыто и у нас все опыт есть есть да поэтому да идут ли сегодня на ту зарплату которую предлагают педагогам в дополнительном образовании или тут еще какие-то сложности есть здесь все зависит знаете от своей заинтересованности если у педагога большое количество детей а дети мы прекрасно понимаем как мы с вами уже говорили ранее нужно заинтересовать если действительно у него горят глаза он может собрать людей есть очень много молодых ребят которым там и по 25 и по 30 лет которые собирают себя потрясающе во первых первую очередь мы работаем с родителями который постоянно отправляет в группы в мессенджерах да вот сообщение вот ваш ребенок сегодня такой такой он пытается ему настолько это интересно что каждому родителю доносит какой молодец его ребенок то у него нету проблем с набором детей ведь потому что зарплата зависит в дополнительном образовании от количество детей да да и я могу вам сказать что иногда даже и уже сейчас часто стало что у молодежи гораздо больше детей сейчас тем у опытных педагогов потому что мы просто у них принимаем опыт просто потому что с молодежью но они и легче ближе общаются скажем то есть это случай когда качество позволяет расти количеству да и здесь и финансовая конечно составляющая зависит от количества детей если их много у педагога то у него не будет проблем потому что он набирает и на соцзаказ и на бюджет и на платный то есть можно выгодно считать эту профессию выгодно если правильно построить если правильно построить занятия и заинтересованность ребенком в данном а у вас уважаемые коллеги есть возможность поздравить всех наших дорогих телезрителей вот наша левая камера вот с наступившим новым годом рождествием начнем среди колонна дорогие друзья очень хочется пожелать чтобы этот год эти рождественские дни они принесли нам уверенность в том что мы делаем это правильно принесли нам хорошее настроение отличное здоровье и хочется пожелать чтобы у каждого было любимое дело любимая семья друзья а если у кого-то еще нет любимого дела как мы говорим хобби я хочу пожелать чтобы она появилась главное искать и не сдаваться лид николаевна антонова депутат московской областной думы а теперь аксель еще выпрошу дорогие друзья поздравляю вас с наступившим новым годом и рождеством и желаю вам всем чтобы вы были поближе к семье чтобы вы нашли применение всем своим навыкам и умениям в нашем дополнительном образовании выбрали свой путь правильно в жизни и стремились воплощать свои идеи жизнь успехов вам и удачи с новым годом алексеевич конюшков директор дворца детско-юношеского творчества городского круга люберцы спасибо большое вас также с праздниками вашей семьи всех ваших родных и близких и почаще приходите в этом уже днем без вас никуда спасибо это была программа открытый диалог с вами был николай пименко всего доброго до свидания и Редактор субтитров А.Семкин